Всем привет, дорогие друзья! С вами Илья. И сейчас я решил подзаписать такой вот микроролик. Хотя, может быть, он будет нормальным, кто же его знает. Короче, в холодильнике у меня застоялись макароны. Ну, тупо потому, что надоело. Себе сделал макароны, грудку. Всё, это как бы, ну, неплохо на самом деле, но надоело. И я решил сделать небольшой ход конём, потому, что так же у меня в холодильнике, помимо этой... Я завис. Мама, я завис. Ну, блин, сейчас. Соберись. Соберись, тряпка. Помимо этих самых макарон в холодильнике обнаружились яйца куриные. Три штуки. Не знаю, может быть, их не хватит. В общем, что я предпринимаю? Туда залить яйца, включить огонь, а потом это всё взять и стрескать. А ещё у меня где-то был лук. Можно туда лука нарезать. Но хочу ли я лук? Не знаю. Я ещё подумаю. Скорее всего, хочу. Рубрика «Я у мамы повара» продолжается. Полазив по холодильнику, я нашёл немного зелени. В таком пакетике. Я планирую посыпать сверху. А ещё у меня есть немного сыра. Поэтому у меня сейчас будет великолепный ужин. А пока мой шедевр кулинарного искусства доготавливается, я, наверное, хотел бы рассказать, как у меня дела, и вообще поделиться всем, что происходит в моей жизни. Сейчас у меня начинается сессия. Первый зачёт уже позади, завтра будет следующий. Я сижу активно, готовлюсь. И вот что-то захотелось перекусить. Но, к сожалению, особо таких каких-то изысков нет. И я подумал, а что, собственно, изобретать велосипед, когда можно поступить просто, вкусно. Ну и, в общем-то, всё. Я сейчас перекушу и, собственно, продолжу готовиться к завтрашнему зачёту, заниматься. Завтра у меня будет теория вероятности. Позади у меня уже правоведение. Да и вообще у меня вся неделя очень плотная. Хотя среди неё у меня есть в планах вырваться домой, к родителям. Ну, собственно, ну там чисто по делам. Там у меня будет небольшой перерыв, в который я смогу, собственно, приехать. Ну и вот, как-то так. Ну, собственно, сессия. Чё ещё могу сказать? Помимо сессии, то особо ничего в жизни сейчас не должно даже происходить. Очень не устраивает меня только погода, наверное, на улице, потому что дожди, потом жарко, потом опять дожди. Ну, некомфортно как-то при этом. Вот такие вот дела. Пойду посмотрю, что у меня там с моей едой. Вот хочу предложить такой вариант сервировки данного блюда. Это макароны с мясом курицы, грудка. Сверху я залил где-то 5 яиц, посыпал зеленью с сыром и добавил чуть-чуть маслица для вкуса. Масло, которое передала мне мама. Вот. Сливочное. Ну и также вот хлебушек. И, собственно, всё, вот чем я питаюсь. Особенно... Ну и, наверное, каждый был студентом и помнит, что такое сессия. Это особенно вообще времени нету. А это быстро, просто, легко и вкусно. В общем, рецепты, которые любит и ценит моя мама. Хочу пожелать приятного аппетита тем, кто смотрит и кушает или кто хочет повторить за мной такое же блюдо, так сказать. Вот. Прежде чем, наверное, закруглиться, я хочу сказать то, что я читал комментарии под прошлым роликом. И мне очень понравилась фраза то, что студенты, как бы, что хотят, то и едят. Это, по-моему, моя мама ответила. И я, как бы, почитал и такой ухмыльнулся. И решил записать вот этот ролик. Он, правда, коротенький, но, я думаю, лучше, чем ничего. В общем, спасибо, что заглянули. Поставьте лайки, пишите комментарии. С радостью прочитаю, отвечу. Всем пока-пока. Вот, сын, корзинка домой приехал. Сразу через магазин. Мороженое, вон, полна кашолка всякая-всячина. Это да. Хорошо дом-то, да? Да. Только жарко. Жарко сегодня, да, у нас очень жарко. Вон, домой идем. Приехал, Илюх. На работу зашел. С учительницей своей поговорил. Это да. Мамку забрала домой, говорит, пошли, говорит, хватит сидеть на работе. Сыночка приехал, пошли. Кормить, поить. А то так работаешь и работаешь. Сейчас я его покормлю, и пойдем полоснем поливать. Да? Да? Чего, не пойдем? Это что, вот это все мороженое, еда, это все обманный маневр? Да, это все подкуп. Так что, вот, такие дела у нас. Продолжение следует...